Всем привет! Меня зовут Эдуард. Я осуществлял поддержку и содействие в замене высшей шеростойой бойка в секции бокса в Олимпфитнес на Каштатской Санкт-Петербурга. Хотим выразить огромную признанность Михаилу Чушилову и компании Будашин за очень креативную реакцию на наш запрос. Буквально за сутки по номеру стерия была установлена его оригинальность и буквально через два дня новый бойок уехал к нам. Обратите внимание, бойок стал красивым. Здесь появилась дистинсирующая оригинальная наклейка и голограмма, которая говорит о том, что это оригинальное изделие. От себя лично, как адепт данного снаряда буквально в процессе 5-6 лет, тренируешься на нем, могу сказать следующее, что за счет амотизации он сохраняет суставы абсолютно живыми и не деформирует амотизирующие связки. Поэтому это заметно влияет на долговечие спортсмена что спортсменам, особенно длительным, постоянно тренирующим, очень актуально. Всем желаю здоровья, тренируйтесь на МБСА. Дальше слово предоставляется замечательным тренеру Владимиру Михайловичу Неробееву, который участвовал в бортовке таких знаменитых чемпионов, как Александр Катлабай и Андрю Джеймс, двукратый чемпион мира по карате. Владимир Михайлович, скажите, насколько интересен этот снаряд для тренировки боксеров? Он как бы интересен, с той стороны, что он как бы используется выборочно для постановки отдельных движений, отдельных элементов. При отработке ударов, ударных техник. Для постановки удара, для именно в боксе, на отдельных движениях построить. Не то, как вот делать его в карате. Просто нагибка там, какие-то нет. Даже порой, когда комбинации нарабатываются здесь, используется именно вот эта возможность макевары амортизировать движение и откидывать его назад. В круг, в грудные движения. Приятный. Толстый, в хвосту. Голову потерь. Доводи, доводи, туда. Туда пробивай. Потому что толчок, это быстрый удар, по сути дела. Мы его стараемся делать по подачи, или вот сюда руку поставить на место, за счет отачи. У многих делается срыв, и вот сюда руки падают. Максимум. То есть, ну, очень часто бывает. А здесь, оп, оп. Она как бы самостоятельно ставится на место. Потом. Не сила пробивать, а скорость. Разбором за счет скорости. Вот так вот. То есть, взрывная работа мышцы. При этом травма не наносится. Мешок бывает под воротом дает. Потому что мешок мягкий. Бывает, что там неправильно уже какой-то цифра счет наработки складывать. Ну, там, знаете, набит ватой, там, или чем-то. Бывает выемки неровности. Бывают подвороты. Здесь подвороты практически нет. Если правильно, то трассы все. Она как все. И выстрелом. Приходишь. Андрей Михайлович. Да. А подскажите, пожалуйста. Вот все понятно с мастерами. С вашими. Да, здесь под строку ударов. А вот для тех спортсменов, которые делают только первые шаги. Особенно девушки. Какая польза от этого снаряда? Как вы его применяете в тренировочном процессе? Ну, это же самое. Где-то, ну, правда, не сразу, не сразу. Не, что-то самое. Во-первых, идет набит в круг. Укрепление. В круг. Во-вторых, ну, я отдаю вот здесь, вот здесь, вы, как говорится, уже утром видели, свидетелем были, через 2-3 месяца. То есть, когда движение уже более-менее поставлено, тогда его уже здесь нужно работать. Вот то, что сегодня утром вы свидетелем были, то, что с плечом работала девочка. Девочка работает 2-3 месяца. Ну, вот. Все. Вот она это движение чувствует. Оп, и отлетается вот сюда. Оп, все. Оп, все. По звуку можно, конечно, когда выше скорость, и вверх, он туда стучит, все, да, он доходит до конца. А здесь вот просто раз. Оп. Оп. То есть, возможность нанесения нескольких десятков ударов, не травмируя руки, и с четкой постановкой тела запоминает движение. То есть, можно говорить, что здесь комплексно отрабатывается новая моторика, да, для тела, у ваших спортсменов? Ну, если говорить специфичным нашим этим самым попугайным языком, да, моторика. Двой моторик. Если простым, то просто ставится движение на место. Ну, и в том числе, я посмотрел, что вы очень хорошо используете у своих спортсменов для работы в ченлаке, на возвратное движение. То есть, именно для тренировки работы еще и ног. Да. Не ударная техника, именно движение. Да, я с вами полностью согласен, то, что вы именно в движении, чтобы все поставить на место. Ну, скажем, говорю, ну, это надо чувствовать. Те, кто работает на макеваре, вот уже именно в данном, как говорится, ключе, как вот я ставлю, а мне это чувствует, что вот, ноги, раз, назад вернулось все. То есть, дело, само все возвращается. На доскоке, скачок, оп, и вернулось назад. Вот, скажем так, боксеры используют макевару в данном, в данной ситуации таким образом. То есть, идет хорошая амортизация, отскок с ударом, и человек встает на место практически, на ногах, на ногах, да. То есть, очень легко привыкает вот к этому движению. Оттолкнулся ногами, войти в зону, ударить, и вернуть движение назад, быстрее возвращать, да. Мешок, мешок гасит туда. Вдар уходит внутрь мешка. Оп, оставили. Вот, провалились. То есть, нет вот этой отдачи. Именно вот этого положительного эффекта, вот этой амортизации. Ну, Владимир Михайлович, спасибо вам большое за вот... Всем хороших минут рекомендуется использовать в кулашах. Я читал шнурок. Продолжение следует...